Телекомпания Сизанс С древнейших времен охотники всех цивилизаций использовали крупных и мощных собак. Они предназначались для борьбы с хищниками и для охоты на крупную дичь. Именно так на свет появились породы крупных охотничьих собак. Канекорсо – собака, которая отличается удивительной отвагой, родом из Южной Италии и является прямым потомком римских мастифов. Канкистадоры завезли в Южную Америку много собак. В результате скрещивания на свет появились две породы. В Бразилии это филобразилейнер, нежное и в то же время мощное животное, способное справиться с ягуаром. В Аргентине – аргентинский док. Это очень мускулистая собака, выведенная специально для охоты на пуму и дикого кабана. В Альпах, между Греноблем и Шамбери, живет Элен Паскалини, одна из немногих французских заводчиков Канекорса. Канекорсо относится ко второй группе, то есть к породе догов. Туловище должно быть мускулистым, но не тяжелым и не жирным. Для сук средняя высота в холке колеблется между 58 и 64 сантиметрами. Для кобеля она может варьироваться от 60 до 68 сантиметров. Средний вес кобеля Канекорса от 45 до 50 килограммов. Для сук это 42-45 килограммов. Череп должен быть широкий. Мочка носа ярко выражена. Глаза овальной формы, предпочтительно темные, темнее, чем шерсть, темнее основного цвета окраса. Что касается зубов, должен присутствовать небольшой внутренний прагнатизм. У идеальной собаки челюсть смыкается. Уши должны быть подрезаны и иметь треугольную форму. В естественном состоянии они длинные и висячие. Шея должна быть сильной и мускулистой, спина прямая и вытянутая. Поясница короткая и тоже мускулистая. Хвост должен быть купирован на четвертом позвонке и высоко подвязан. Лапы должны иметь круглую форму. Собака должна крепко стоять на земле. Между пальцами есть перепонки. Шкура довольно толстая, плотно прилегающая к телу. Не должно быть никаких складок на груди. Только чуть-чуть на шее. Здесь мы видим черный тигровый окрас. Но можно встретить и серый, и чисто черный. На самом деле допускается любой окрас. Предпочтительно походка Рейсюшак должен быть широкий. Хан и Корсо были широко распространены на итальянском полуострове. Но в начале 20 века они почти исчезли. Своим выживанием порода обязана усилием нескольких охотников и крестьян Апулии. Своим выживанием порода обязана усилием нескольких охотников и крестьян Апулии. По мёд очень однородный. Они очень похожи друг на друга. Перед нами девочка. Ей сейчас месяц и три недели. Как видите, уши ей подрезали неделю назад. Швы снимут примерно через 10 дней, когда раны как следует зарубцуются. Уже сейчас видно, что это будет отличная сука. У неё уже сейчас квадратная. Сильная морда, выраженный переход, красивая голова, выделяющийся нос. Она будет довольно крупной, когда вырастет. Ей ещё нет двух месяцев, а она уже весит 5-6 килограммов. Щенки Канакорса, как правило, начинают проявлять характер в довольно юном возрасте. Так что мы можем наблюдать за небольшими схватками. Они никогда друг друга не поранят. Но уже можно определить будущий характер собаки. Через месяц её вес удвоится. К 5-6 месяцам она наберёт не менее 20 килограммов. Эти собаки действительно растут быстро, очень быстро. Так что нужно пользоваться моментом, пока они маленькие, потому что через пару месяцев я уже не смогу вот так взять её на руки. Этой Канакорсы сейчас 6 месяцев. Она хорошо развита. Шерсть гладкая, блестит. Она почти чёрная, за исключением нескольких отметин на туловище. Вылезайте. Идём гулять. Пошли. Ко мне. Стоять. Это собака, которая легко поддаётся дрессировке. Она всегда очень привязана к своему хозяину и изо всех сил старается ему угодить. У этой собаки подчинение в крови. Она спокойно ходит рядом на поводке. Почти не тянет поводок и очень быстро понимает, что от неё требуется. Канакорса должна быть весёлой и игривой. Собака не должна быть апатичной, забиваться в угол, когда к ней подходят. Бруно Кантодини, друг Элены, регулярно занимается сканокорса новым видом спорта. Канни Кроссом. Привет, Элен. Как ты? Отлично. Гуляешь с собаками? Да, сегодня хорошая погода. Надо пользоваться, пока можно. А у тебя Канни Кросс? Да, я тренируюсь для забега в следующую субботу. Времени осталось совсем мало. Сколько ей? 16 месяцев. 16? Неплохо выглядит. Надеюсь, она уже перестала расти. Теперь будем накачивать мускулы. Конечно. Канни Кросс – это командный вид спорта. Вы работаете вместе с собакой. Ваша цель – преодолеть со своей собакой расстояние примерно в 5 километров. При забеге засекается время. Вы должны объединить свои усилия с усилиями собаки. Молодец. Собака должна много пить, иначе у нее может случиться тепловой удар. Через километр или через два нужно сделать остановку, чтобы собака попила и немного остыла. Канни Корсо очень подходит для таких забегов. Это вид спорта для нее. Поскольку они выводились как охотничьи собаки, Канни Корсо очень выносливые. Это собаки-добытчики, собаки-бойцы. Чтобы развить в собаке ее способности, предлагается целый ряд специальных упражнений. Для этой Канни Корсо сегодня первый день занятий паркуром. То есть она оказывается перед препятствием, например, перед столом. Для нее это препятствие. Адас, прыгай. Давай, прыгай. Сначала ей придется немного помочь. Адас, залезай. Хорошо. Стоять. Хорошо. Сидеть. Молодец. Так, похоже, она поняла. Теперь повторим упражнение, чтобы убедиться, что собака все поняла. Адас? Адас, ко мне. Адас, вперед. Хорошо. Сидеть. Молодец, хорошо. Собака все усвоила. Перейдем ко второму препятствию. Давай, давай. Давай, вперед. Молодец, молодец. Спускайся. Давай. Молодец. Умница. Что ж, следующее препятствие – труба. Чтобы научить собаку проходить по туннелю... Адас? Надо показать препятствие собаке. Давай, вперед. Молодец. Обязательно похвалите собаку. Хорошая девочка. Очень хорошая. Теперь... Следующее препятствие. Перекладина. Ставим собаку перед препятствием. Адас сейчас прыгнет вперед. Молодец. Давай. Молодец. Молодец. Хорошая собака. Новое препятствие – носок. Оно уже посложнее. Собака должна привыкнуть, что над ней что-то есть. Такое упражнение необходимо, чтобы собака привыкла к темноте. Чтобы она не паниковала. Давай, Адас. Вперед. Адас? Я здесь. Иди ко мне. Умница. Умница. Давай. Давай. Молодец. Вперед. Очень хорошо. Сидеть. Молодец. Что меня очаровывает в Канне Корсо, так это ее мощь. У нее всегда спокойный вид. Каждое ее движение тщательно продумано. Она никогда не рванется вперед просто так. Она всегда сначала подумает. Это умная собака. Она мощная, красивая и очень оригинальная. В самом сердце Босс, недалеко от Шартра, Филипп Кейта и Дамьен Ари увлечены аргентинским догом. Вес аргентинского дога, типичного представителя такой породы, может колебаться от 55 до 65 килограммов. Вес суки значительно меньше, примерно 35-45 килограммов. Эту собаку выводили для охоты на кабана и для защиты ферм от аргентинской пумы. Сейчас охота на пумы в Аргентине запрещена. Эта собака изначально предназначалась для охоты. Настоящая охотничья собака. Это не собака для удовольствия, не собака-компаньон. Окрас аргентинского дога должен быть белый, как можно белее. Допускается пятно на голове, но оно не должно превышать 10% от объема головы. На голове допускается только одно пятно. Например, если помимо головы у вашей собаки есть пятно и на туловище, ее уже не допустят к участию в выставке. Что касается мускулатуры, то плечо должно быть очень большое и максимально мощное, чтобы схватить добычу. Если ваша собака чуть-чуть, самую капельку, слабовата, кабан сумеет вырваться, и тогда ей не поздоровится. Если же у вашей собаки мощное, развитое плечо и такая же грудь, из нее получится отличный охотник. Еще про мускулатуру. У этой собаки должны быть очень мускулистые бедра и мощные суставы. Это важно для мощи собаки. Мускулатура главная для аргентинского дога. Как у человека, чем больше мускулы, тем мы сильнее. Тем лучше собака может сцепиться в кабана. Хвост не должен быть длиннее этого сустава. Слишком длинный хвост – нехорошо. Слишком короткий и некрасиво. Уши должны быть подрезаны. Если их не подрезать, это может быть очень опасно. Кабан может схватить собаку за ухо, а у нее это очень чувствительное место. Если кабан схватит, она его тут же отпустит. Это собака с подрезанными ушами. Причина тут медицинская, а не эстетическая. Расстояние между глазом и кончиком носа должно быть равно расстоянию в этой части. Быть таким же. Вот. Они одинаковые. У этой собаки прикус должен быть прямой, чтобы собака могла схватить и обездвижить добычу. Но при этом ее не повредить. При ножницеобразном прикусе, если схватить свинью за шею, обязательно будут раны, а это исключено. В области шеи кожа должна болтаться свободно. Так что, если кабан вывернется и нападет, он схватит собаку за кожу, но не доберется до мышц, чтобы кабан не мог ранить собаку. Ну или, по крайней мере, ранить ее не сильно. В дрессировке догов Филипп – настоящий эксперт. Хотя она еще слишком молода, нужно попробовать с натуральным мясом. Поглядим, что получится. Чем мы сегодня займемся? Мы будем приучать к охоте полугодовалую сучку. Я хорошенько спрячу шкуру, а мой коллега поможет собаке ее найти. Если мы увидим, что она не очень мотивирована, мне придется немного перед ней побегать, чтобы она попыталась меня поймать. Это только первый этап – подготовка перед настоящей охотой. Бери ее. Я пошел прятать шкуру. Сначала я дам ей понюхать, чтобы она запомнила запах. Эта собака довольно игривая, нужно повозить шкуру по земле, чтобы остался ее запах. А теперь спрячем. Еще немного протащим по земле, чтобы остался запах. А потом спрячем шкуру. Вернее, не совсем спрячем, она должна быть немного видна. Вот так. Давай, веди, пусть ищет. Ищи, ищи. Ищи, моя девочка, ищи, кабана. Ищи как следует. Давай, давай, ищи, ищи. Да, молодец, хорошая девочка, быстро нашла. Эта собака очень многообещающая. Ей всего шесть месяцев, а у нее уже отличный нюх. Я думаю, что из этой собаки вырастет отличный охотник, она будет лидером среди остальных. Чувствуется, как она рада, что оказалась в лесу, все время нос в землю. Смотри, девочка, смотри. Это твоя первая добыча. Молодец. Конечно, это не так интересно, как настоящая добыча. Молодец, Пипет, молодец. Видите, у шкуры не хватает головы, и тем не менее она кусает в нужное место, вцепляется прямо в холку. Молодец, Пипет. Да? Хорошая девочка. Что это такое? Это наш кабан. Это важно, чтобы собака кусала чуть выше. Почему? Потому что собака ищет именно холку, холку кабана, чуть выше плеча, чуть сбоку от головы. Именно вцепившись в это место, можно обездвижить добычу. А это и есть наша цель. Собака могла бы по неопытности вцепиться в ноги. И не очень осуждаю я таких собак, которые хватают добычу за ноги. Хотя это слишком рискованно. Лучше, когда собака сразу понимает, что кабана нужно хватать за шею. Идем, Пипет. Чтобы проверить мужество молодых собак, Филипп и Дамьен проводят их в довольно большой группе молодых кабанов. Вперед, вперед, давай! Хорошая девочка, молодец! Молодец, молодец! Увидела кабана? Хорошая девочка! Молодец! Из нее выйдет хорошая охотничья собака, судя по тому, что мы видим сегодня. Она рвется вперед, она ничего не боится. Хвост не поджат, стойка боевая. Ей хочется себя проявить. Хвост стоит высоко. Да, да, молодец. Обычно собака не лает, но сейчас не может сдержаться, слишком велико возбуждение. Поэтому и хвост поднят так высоко, как у всех догов на охоте. Хорошая девочка, умница. Видит кабана. Так бы его и съела, да? Молодец. Умница! Хорошая девочка, давай! Осторожно! 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 Ты молодец! Сенбельфи, да! Сенбельфи! Осторожно, осторожно! Очень хорошо. Для нее это в первый раз. Так что нужно побольше хвалить, гладить. Хорошая девочка. Ищи, ищи, давай. Хорошо. Давай, давай, ищи! Молодец! Молодец, умница, да, да. Хорошая девочка, хорошая. Молодец! Умница! Быстро учится. Это другая сука, ей 6 лет, она уже опытная. И молодой кобель, совсем неопытный. Мы ставим вместе молодую собаку и старую, чтобы более опытная учила молодую. Сегодня наша цель не загнать дичь. Нужно обучить кобеля, чтобы собака понимала, что когда на нее выскочит дичь, она должна броситься и схватить. Вот что сейчас самое главное. Давай! Конечно, наша главная задача – обучить собак охотиться. Но сегодня наша цель – не добыть кабана. Мы хотим проверить, хватит ли у собаки сил, чтобы его удержать. Собака может атаковать, может укусить кабана, но цели – не достичь. Цель не в том, чтобы укусить кабана, цель в том, чтобы он остался цел, чтобы шкура не была повреждена. И этому собаку нужно учить. До настоящего кабана мы дойдем потом, когда собака будет готова. На тренировке я вижу, что собака подходит для охоты или нет. Чувствую, что ему нравится. Он не поджимает хвост между ног. Наоборот, хвост стоит прямо. И это важно, это означает, что собака не боится, не пытается убежать. Молодец. Ловить кабана – это заложено в его природе. Это врожденный инстинкт. Это чувствуется во всем, даже в играх совсем крошечных щенков. Как они хватают друг друга за уши. Они себя ведут так, будто охотятся на кабана, даже когда играют друг с другом. Они хватают за горло, за уши, иногда за хвост. Он хочет тебя поцеловать. Собачка, да, молодец. Ко мне, ко мне. Ко мне. Не могу сказать, что они лучше всех, но для охоты они очень хорошо подходят. Для меня док, несущийся по лесу за кабаном, – это принц леса. Возрождение охоты с копьями или с ножами должно вызвать большой интерес к этим мощным собакам, которые были незаслуженно забыты любителями охоты. Программа подготовлена к эфиру по заказу студии «Ю-7». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok